Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. Начнем, что называется, со злобы дня. Самый снежный день. Пожалуй, именно так кумертаустам запомнится 28 февраля 2017 года. Последний день зимы высыпал на город месячную норму осадков. Вообще февраль оказался на редкость капризным месяцем, который отметился целым каскадом атмосферных явлений. О погоде и последствиях наш первый материал. Морозы, дожди и снегопады. Такие капризы погоды штурмовали кумертау на протяжении всего февраля. Вот и последний день календарной зимы приготовил суровый экзамен горожанам и коммунальным службам. Виктор Савин водитель К-700 на расчистке дорог с 5 утра. Правда, работу дорожных служб не видно в прямом и переносном смысле. Видимость не больше 100 метров и сильная метель дают о себе знать. Где-то конец февраля, начало марта будет самым тяжелым временем года, потому что смена погоды, обильные осадки в этот момент и в виде дождя, и в виде снега. Снег в виде дождя очень затрудняет очистку наших дорог. Тяжелее всего приходится жителям частного сектора. На этом участке техника прошла час назад. Сейчас здесь ни пройти, ни проехать. На перекрестках, продуваемых ветрами улиц, быстро образуются снежные заносы по пояс. В связи с тем, что такие погодные условия сложные, ветер и снегопад, сложно поддерживать нормальное состояние всей дороги. Поэтому где-то затор случается, но в основном люди работают. Пока тяжелая техника расчищает основные дороги, подъездные пути к своим домам пробивают привыкшие к большим снегопадам домовладельцы. Почти месячная норма осадков обрушилась на город за сутки. И это не единственный метеорекорд. Февраль был очень ветреным. Штормовой ветер с порывами более 15 метров в секунду наблюдался 11 дней. Дней с поземками и метелями 21. Осадков за месяц наблюдалось 90 миллиметров, что составляет более трех месячных норм. Наибольшее количество осадков наблюдалось в третьей декаде. В дальнейшем, 1-2 марта, атмосферное давление у нас будет расти, поэтому погодные условия улучшатся, снег уже будет небольшим. Насколько долго в марте погода будет благоприятной, пока не ясно. Понятно одно, что после снежной зимы нужно готовиться к большому половодью. Амир Кедрасов, Владимир Кузьмин. Новости. Опасность сверху. Это почти как угроза налета вражеской авиации. Возможно, кому-то такое определение покажется смешным, но только не пешеходам, которые проходят мимо многоэтажных зданий. Именно там нас подстерегают грозящие сорваться с высоты налить и сосульки. С сезонным явлением уже начали борьбу. За ее ходом наблюдала наша съемочная группа. Конец зимы, начало весны. Время, когда управляющим компаниям приходится работать в режиме нон-стоп. В связи с снегопадом и теплой погодой в городе введен усиленный режим чистки кровли от снега. Температура за два дня резко меняется. И вот результат. Сугробы на крышах тают и зачастую падают с крыш до того, как их удается убрать коммунальщикам. На крышах многих домов появились сосульки. Где-то они совсем небольшие, а где-то над головами прохожих свисают настоящие ледяные глыбы, представляющие серьезную опасность для жизни и здоровья людей. Во избежание несчастных случаев управляющим компаниям необходимо организовать непрерывный контроль за состоянием крыш, а также мобилизировать все силы на очистку от снега и сосулек. Управляющие компании работают в авральном режиме. Весна или зима, как обычно, у нас приходят неожиданно. Работаем мы сейчас по очистке кровель, по очистке дворов. Стараемся, чтобы на проходных частях в первую очередь производить очистку сосулек с крыш, чтобы не было несчастных случаев. Ну и, соответственно, очистка дворов. С сегодняшнего дня был увеличен рабочий день у работников управляющей компании. Теперь они работают до 6 часов вечера. Максимальные силы бросаются на борьбу с остатками снега. В усиленном режиме, я хочу сказать, что сейчас управляющая компания работает. Вчера была достаточно сильная пурга. Все-таки снежные навалы и сосульки, они есть. И сегодня вот теперь сосульки есть. Там, где управляющие компании не могут, будем так говорить, не успевают очистить, а не ограждают. Но вот сейчас проехал по городу, вижу, что работают. Но все равно все-таки сейчас очень сложно в том отношении, переменчивая погода. Управление жилищно-коммунального хозяйства призывает всех жителей быть осторожными и внимательными, не игнорировать ограждающие знаки. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В понедельник прием граждан провели председатель общественной палаты Республики Башкортостану Ольга Панчихина и председатель комитета по взаимодействию с общественными советами Галия Мухамедьянова. О том, с какими вопросами обратились горожане в нашем материале. С волнующими вопросами к представителям общественной палаты Республики обратились две жительницы города Кумертал. Первый вопрос касался качества инклюзивного образования. Женщина воспитывает ребенка с ограниченными возможностями здоровья. По словам обратившейся гражданки, в школе, где обучается ее ребенок, нет логопеда. Впрочем, это проблема не только одной семьи. В исправлении нарушения речи нуждаются многие дети. Председатель общественной палаты Республики Ольга Панчихина дала консультации и разъяснение о том, как можно решить вопрос. Для начала было рекомендовано обратиться с письменным заявлением. Вот и в Уфе такие же вопросы встают, потому что родители хотят, чтобы все-таки в обыкновенной школе детишки со всеми вместе обучались, но тех специалистов нет, как в данной ситуации. Мы как от общественной палаты сделаем запрос в Министерство образования. Второе обращение касалось температурного режима в доме. Со слов многодетной мамы, в ее квартире стало холодно после проведенного капитального ремонта системы отопления. В данном случае было рекомендовано создать комиссию по выяснению обстоятельств и решению проблемы. Подведя итоги, члены общественной палаты отметили, что все вопросы решаемы на муниципальном уровне. 27 февраля в здании администрации городского округа прошло заседание благотворительного совета. На нем обсудили итоги года, не определились с планами на будущее. Подробнее знает Константин Меркушев. Обсудить то, что сделано и то, что предстоит в новом году. Экспертный совет по вопросам благотворительной деятельности при администрации городского округа в полном составе. Здравоохранение, образование, культура, социальная защита, поддержка людей с ограниченными физическими возможностями. Это далеко не полный список направлений, по которым работает совет. На нашей территории функционирует детский дом. Это государственное учреждение, где воспитываются дети дошкольного возраста. И у нас уже несколько лет подряд действует система поддержки шефская. То есть за каждой группой закреплено свое предприятие, закреплены шефы. И вот такая поддержка в течение года, общение с детьми и финансовая поддержка, она составляет до трех миллионов в год. Вклад благотворительного фонда в развитие города видят и чувствуют многие горожане. Организация праздничных мероприятий, премии, стипендии главы администрации, приобретение дорогостоящего инвентаря, поддержка талантливых и одаренных людей делают то, что необходимо городу. То, что без поддержки фонда недавно казалось лишь избыточной мечтой. Стоит отметить, что на заседании присутствовали приглашенные гости. Председатель общественной палаты Республики Башкортостан Ольга Панчихина и председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Галия Мухмадьянова. Из первых уст мы сегодня узнали, какие есть некоммерческие организации, чем они занимаются, есть ли местные организации, есть ли региональные, как работает региональное представительство, потому что это очень важно. Очень много порадовало, что более 20 миллионов привлечено некоммерческим сектором на различные гранты, на различные социальные значимые проекты городские. Ну и, наверное, еще одним из основных, то, что все-таки город сейчас у вас опережающего развития. На заседании было решено в этом году в нашем городе провести форум некоммерческих организаций для моногородов, который, возможно, даст импульс для развития города. Работа ответственная, но бесплатная. Речь идет о деятельности общественной палаты. На днях в администрации состоялось ее первое заседание в обновленном составе. Какие вопросы находятся в ведении организации, знает наш корреспондент. Новый состав общественной палаты сформирован из 15 человек. Семь из них назначены главой администрации, остальные избраны на конкурсной основе. Это представители разных сфер – образование, ЖКХ, здравоохранение и другие. Их задача – быть соединяющим звено между властью и населением. Об этом в своем обращении говорила председатель республиканской организации Ольга Панчихина. Мы на общественную палату города Кумертал тоже возлагаем очень такие большие надежды, чтобы она работала очень активно, чтобы она осуществляла действительно общественный контроль не только на бумаге, отправляя там какие-то нам отчеты на сайт палаты. Нет, она проводила и общественный мониторинг, и общественное слушание, и общественную экспертизу. То есть она стала полноценным общественным органом в городе, который бы помогал и показывал, наверное, те возможности. Сначала показывал проблему, но в то же время решение тех вопросов, которые очень сильно волнуют граждан. Для более эффективной работы подготовлены методические указания, сборник подготовлен совместно с местными общественными советами. Кроме рекомендаций, общественникам нужно будет изучить и ряд региональных и федеральных законов. Все это пригодится в работе. Чтобы мы с обществом решали эти задачи, чтобы народ был информирован о том, что происходит у нас в администрации, какие хорошие инициативы, потому что есть инициативы, которые проходят мимо незамеченным народом. Мне хочется, чтобы люди знали, что происходит у нас в городе, не просто из газет, а непосредственно от нас, от общественников. В новом составе общественная палата города Кумертау будет работать два года. В ближайшие дни планируется избрать руководителя организации и секретаря. Спеть любимые песни, почитать стихи или просто организовать чаепитие. Как минимум один раз в месяц пенсионеры собираются вместе для времяпрепровождения. Согласно плану, в этом месяце прошли спортивные занятия. В зале агентства по развитию территории собрались представители старшего поколения педагогического сообщества. Это учителя разных учебных заведений города, которые сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Несмотря ни на что, они остаются активными и полны энергии. Во вторник пенсионеры провели час здоровья. Ввиду плохой погоды пришли немногие. В другие не собирается до 40 человек, говорит активный деятель Совета ветеранов Сулпан Максютова. Надо сказать, что все почти наши учителя встали на скандинавские палки. Мы все ходим ежедневно с палками, и нам очень нравится. И это движение у нас тоже началось вот здесь, именно у нас, на наших мероприятиях. А сегодня вот, к сожалению, пришло не очень много людей, но люди пришли. Ирина Щенникова в прошлом преподаватель ритмики и спортивной гимнастики. Любимой профессии она посвятила более 40 лет. Ирина Михайловна и сейчас в хорошей форме, и теперь проводит занятия для своих бывших коллег-педагогов. Для совместных мероприятий каждый старается найти время, говорит она. Ну, а различные мероприятия нас, может быть, даже и образовывают. Где-то у нас хор идет, где-то у нас художественная самодеятельность, танцуем на сцене, читаем стихи. А так вы дома сидели, да, скучали бы, наверное? Нет, дома я, у меня дома дел полно. Дома я творчеством занимаюсь, я вышиваю и бисером, и крестиком, и вяжу с удовольствием, а сейчас флористикой занялась. Кроме спортивной зарядки, дамы провели интеллектуальный конкурс. Такая встреча – лишь малая часть большого плана, составленного на весь год. Это будут часы поэзии, концерты, встречи и другие мероприятия. Айгуль Мухаммедшина, Владимир Кузьмин, Новости. 28 февраля в Центре занятости населения состоялась встреча юристов адвокатского бюро с семьями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. Цель встречи – оказание бесплатной юридической помощи жителям города. Подробнее в репортаже. Помимо гуманитарной финансовой помощи, многим из нас нужна помощь юридическая. Как известно, такая консультация стоит немалых денег, а у жителей города есть возможность получить консультацию юриста совершенно бесплатно. Такую возможность 28 февраля предоставили представители отделения помощи семье и детям. В течение всего 2016 года мы работали с ними совместно. Они оказывали бесплатные услуги семьям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. И сегодня мы решили организовать круглый стол. То есть у наших мам и пап возникают в течение жизни различные вопросы, которые требуют именно ответа юридического направления, правового направления. И не всегда у этих семей есть возможность оплатить услуги юристу, адвокату, чтобы получить ответ на свой вопрос. На данной встрече рассматривались вопросы по теме права и обязанностей работников и работодателей. По словам юристов, это актуальная тема в наше время. Поэтому вопросов у жителей города накопилось предостаточно. Для того, чтобы оказать консультативную помощь тем, кто ищет работу, кто оказался в ситуации, когда, может быть, незаконно уволили, незаконно лишили каких-то премий, доплат. Выплачивается ли компенсация за неиспользуемый отпуск? Как добиться расчета после увольнения? Есть ли возможность уволиться без отработки? Вопросов было множество от горожан. Юристы внимательно выслушали каждого и дали свои профессиональные ответы по выходу из сложившейся ситуации. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, Новости. Это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.